Мы обнаружили, что существуют два способа стимулирования мышц. Когда вы молоды, это происходит благодаря гормонам, инсулину и гормону роста. Поэтому вам не нужно много белка. Люди считают, что пока вы растете, вам нужно много белка, но на самом деле именно гормоны стимулируют мышцы. Однако с возрастом организм становится более устойчив к гормонам. В этом случае есть только два способа стимулирования синтеза белка в мышцах МПС, это физические упражнения или диета. Когда мы говорим о диете, мы имеем в виду правильное употребление белка в нужное время и в правильном количестве. То есть это не просто употребление 100 граммов белка в день, количество, которое является минимальным для всех ваших слушателей и подписчиков, а то, как вы каждый раз получаете достаточное количество для того, чтобы действительно стимулировать энзиматический эффект замок-ключ. Мы называем его просто МТО, и он является основным фактором здоровья мышц, это анаболический белок, который является частью цепочки, позволяющей мышцам преобразовываться и синтезироваться. Мышцы очень важны, поскольку они являются органом долголетия. Я имею в виду, что мышцы – это такая же система органов, как и сердце. Чем здоровее ваши мышцы, тем здоровее будет ваша жизнь. Это основное место утилизации глюкозы и самая большая площадка для окисления жира. Поэтому, когда вы думаете о таких вещах, все сходится к мышцам. Здравствуйте, друзья. Это Майк Матселл и High Intensity Health. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я рад приветствовать в нашей студии доктора Габриэл Лайн. Сегодня мы поговорим о мышцах, и я думаю, что мы можем представить ее как специалиста по мышцам. Итак, мы поговорим об аминокислотных белках, различных мифах, связанных с употреблением большого количества белка, и о том, почему, если вы не занимаетесь спортом, вам может потребоваться увеличить потребление белка. Итак, давай сначала немного поговорим о тебе. Я знаю, что ты интересуешься фитнесом. Да, я всю жизнь занималась танцами и гимнастикой. Потрясающе. А что ты сейчас делаешь в сфере фитнеса? Сейчас я просто тренируюсь. Мне нравятся силовые упражнения. Я считаю, что мышцы — это орган долголетия. И единственный способ сохранить их действительно здоровыми — это поднимать веса. Я занимаюсь по этапам. Через этап кроссфита, потом этап метаболической тренировки. Сейчас я нахожусь в основной фазе восстановительно-силовой тренировки с весами. Круто. Это что-то вроде 4-5 дней в неделю, качаешь верхнюю, нижнюю часть тела. Комбинирую. Чередую. Я стараюсь составлять программу так, чтобы два дня уделять нижней части тела, два дня верхней, а затем трехдневные интервалы и хатха-йога, и два дня длительной стационарной стедди-стей тренировки. Потрясающе. Мне кажется, это хорошая идея для старта, потому что силовые упражнения являются одним из способов стимулирования синтеза мышечного белка. Да? Может быть, мы сделаем для наших слушателей небольшой обзор твоего более чем 15-летнего опыта исследований мышечных аминокислот? Конечно. Я тренировалась с доктором Дона Лейман. Много лет назад я работала над некоторыми из первых исследований человеческого организма, а доктор Дона Лейман является одним из ведущих мировых специалистов в области метаболизма мышечных белков. Так что мои тренировки начинались и проходили под ее руководством. Это означает, что мы действительно уделяли особое внимание здоровью мышц, синтезу мышечного белка и тому, как улучшить композицию тела. На самом деле это о том, как мы можем принести пользу человечеству. Мы обнаружили, что существуют два способа стимулирования мышц. Когда вы молоды, это происходит благодаря гормонам, инсулину и гормону роста. Поэтому вам не нужно так много белка. Люди считают, что пока ты растешь, тебе нужно много белка, но на самом деле именно гормоны стимулируют мышцы. Однако с возрастом организм становится более устойчивым к гормонам. В этом случае есть только два способа стимулирования синтеза мышечного белка, физические упражнения или диета. Когда мы говорим о диете, мы говорим о правильном употреблении белка в нужное время и в правильном количестве. То есть это не просто употребление 100 граммов белка в день, количество, которое является минимальным для всех ваших слушателей и подписчиков, а то, как вы каждый раз получаете достаточное количество для того, чтобы действительно стимулировать энзематический эффект замок-ключ. Что это за эффект замок-ключ? Мне кажется, это важный момент, который нужно изучить. Еще ты сказала, что при старении, что когда мы молоды, гормоны выполняют определенную работу, стимулирующую синтез мышечного белка, в результате чего мышцы растут. Но когда мы стареем, гормоны влияют на рецепторы или что-то подобное. Это происходит из-за того, что вырабатывается меньше гормонов, или стимулирующие свойства гормонов становятся слабее. В мышцах появляется нечто называемое анаболической резистентностью. И это значит, что организм становится более устойчивым к активации тканей, к передаче сигналов МТОР. Уровень гормонов естественно понижается, а количество белка, необходимого для стимуляции МТОР, повышается. МТОР стимулируется лейцином. На самом деле это называется МТОРК-1, но мы будем говорить просто МТОРК. Это основной фактор здоровья мышц. Это анаболический белок, который является частью цепочки, позволяющей мышцам преобразовываться и синтезироваться. Мышцы очень важны, поскольку они являются органом долголетия. Я имею в виду, что мышцы – это такая же система органов, как и сердце. Чем здоровее ваши мышцы, тем здоровее будет ваша жизнь. Это основное место утилизации глюкозы и самая большая площадка для окисления жира. Поэтому все сосредоточено вокруг мышц. Так как же сохранять их здоровье? Правильно. А по поводу старения есть исследование, которое должен прочитать каждый. Этот доклад называется Прот-Эйдж. Его авторы обнаружили, что с возрастом людям действительно требуется больше белка. Что это значит? Это значит, что им нужно получать около 50 граммов за один раз. Это очень много белка. На стимуляции прежнего преобразования мышц, или для сохранения метаболизма мышечной ткани, людям в возрасте 65 лет и старше нужно 40-50 граммов белка. Очень интересно. Но, как правило, с возрастом люди начинают есть меньше белка, потому что они, возможно, не активны или не делают силовых упражнений, или, кто знает почему еще. Но это действительно увлекательно. Таким образом, с возрастом чувствительность этого рецептора снижается. Это анаболическая резистентность. Появляется анаболическая резистентность? С ума сойти. Это что-то вроде развития саркопении. Как преддиабет, в некотором смысле. Именно. И что интересно, мне кажется, что саркопения и анаболическая резистентность стали появляться все раньше. Исследования показывают, что они возникают в возрасте 40-50 лет. Но мы становимся настолько неактивными, что возраст 30 лет кажется мне более вероятным. Происходит сокращение мышечных функций, уменьшается мышечная сила, в ткани проникает жир. На самом деле вы должны быть очень осведомленными. Вокруг белка появляется столько путаницы потому, что белок это самый эмоционально обсуждаемый микроэлемент. Ведь никто не спорит о жире. Точнее, спорят о его количестве, но не говорят, так, жир, это эмоциональная вещь, я не буду его есть. И никто не отказывается от хлопьев твинкис. Вы знаете, людей, им то нравятся углеводы, потом не нравятся. Но когда речь заходит о протеине, для людей это становится эмоциональным вопросом. Потому что, как ты знаешь, он имеет животное происхождение. И я думаю, что именно из-за этого эмоционального подхода возникает так много путаницы относительно фактов о протеине и того, какое его количество является правильным. Не только относительно правильного количества белка, но и содержащихся в нем незаменимых аминокислот, мы говорили об этом перед записью. Возможно, многие люди, начиная правильно питаться, просто смотрят на количество чистого белка и говорят, о, этот веганский протеиновый коктейль с киноа, как вы и говорили, содержит 20 граммов, ну или 18, или сколько-нибудь еще. Но они не делят белок на категории и не выделяют его качественные свойства. Давай поговорим об этом. Действительно, качество белка определяет качество вашего здоровья. Белок и аминокислоты, в частности, являются основными факторами из того, что составляет хорошую диету. Качество белка действительно важно. Вы можете утверждать, что вам нужны высококачественные жиры, углеводы и сахара с низким гликемическим индексом. Но на самом деле именно качество и количество белка определяют, насколько здоровым является ваш рацион. Что будет, если сравнить животные и растительные белки? Данные поэтому однозначные. Например, уменьшается способность стимулирования мышц. Для стимуляции, получения первоначальной реакции, передачи сигналов МТОР, требуется более 40 г соевого или пшеничного белка. При этом реакция будет очень слабой. А если брать сывороточный протеин, будет достаточно 25 г, потому что в его основе содержатся лейцина. Для синтеза мышечного белка необходимо 2,5 г лейцина. Это ключевой момент. Если рассматривать протеин на основе молока, он содержит самое большое количество лейцина. Если брать веганский протеин, сразу же нужно сокращать это число вдвое. Потому что лейцина там просто нет. Его очень мало и он не усваивается. Обычно он связан волокнами или чем-то еще. Он просто не пригоден для мышц. Так что это действительно важно. Веганские белки, если они не обогащены аминокислотами, можно считать просто калориями, они могут быть полезны для здоровья кишечника, но не для органа долголетия. Класс, это действительно интересно. Что насчет метианина? Я имею в виду определенные ограничения в его употреблении. Ты говорила, что для некоторых людей это может быть полезно. Как это связано с эмтор, лейцином и всем остальным? На мой взгляд, действительно замечательно, когда кто-либо находит подходящую ему диету. Способность оптимизировать свою фенотипическую экспрессию просто невероятное умение. У меня есть пациенты, которые соблюдают кетодиету и получают потрясающие результаты. Они стройные, они никогда не чувствовали себя лучше, их маркеры к крови невероятные. А еще у меня есть пациенты, которые также соблюдают кетогенную диету, и я знаю, что они делают все правильно, но они набирают вес или просто не чувствуют себя хорошо. И также есть веганы и вегетарианцы, которые чувствуют себя невероятно хорошо. Большинство своих пациентов мне приходится переводить с веганства, потому что основную часть их рациона составляют простые углеводы. Но что мне кажется очень интересным, это то, что стало появляться много исследований концепции ограничения метионина, который является аминокислотой. И я думаю, что то, что происходит в кетогенной группе, те положительные результаты появляются не столько из-за кетонов или кетогенного метаболизма, сколько из-за сокращения метионина. Это мое мнение, данные еще не окончательные, но это действительно интересно. Все дело в правильном определении того, какой способ действительно оптимизирует ваше выражение фенотипа. Итак, какую пользу для организма может принести ограничение метионина? Может быть увеличение мышечной массы или сжигание жира? На мой взгляд, он ускоряет метаболизм. Но нужно учитывать факт, который вы упускаете, это то, что вы остаетесь без незаменимой аминокислоты. Я понял. То есть эндогенный метаболизм как бы просто исчезает. Да. Интересно. Итак, богатые метионином продукты это? Протеин. Белковая пища. В жирах мало метионина. Точнее, я не думаю, что в них вообще содержится метионин. В продуктах растительного происхождения также мало метионина. На самом деле единственный существенный способ получить метионин, это получить его из белка. Так что по сути, ограничение метионина, это ограничение количества белка. В самом деле. Мы с тобой знаем, что белок это то, к чему я очень трепетно отношусь и то, что изучаю. Но я действительно вижу, что от ограничения потребления белка иногда есть некоторая польза. Но только не на протяжении всей жизни. Конечно, нужно делать интервалы, чередовать. Да. И знаете, отсюда появляется интересное замечание. Мы с вами уже общались раньше, и вы рассказывали мне о своем способе потребления белка во время тренировок. В дни тренировок вы едите больше белка, а в дни, когда не тренируетесь, две порции белка и другие продукты. Кофе и овощи. Что я хочу сказать. Вернемся к научной стороне вопроса. Мы считаем, что по мере старения есть два способа стимулирования мышц, это тренировка и диета. Когда вы серьезно тренируетесь, ваши мышцы уже стимулируются. Это означает, что они настроены на использование продуктов, которые вы едите, этих аминокислот с разветвленной цепью. Так что на самом деле в дни тренировок вам нужно немного меньше белка. А в те дни, когда вы не стимулируете свои мышцы, для увеличения синтеза мышечного белка вам понадобится от 40 до 50 граммов за один прием пищи. Это чтобы усилить этот стимул, потому что я не стимулирую по-настоящему. Отличный совет, ребята. Просто невероятно. И это забавно, ведь я считал, что интуитивно делаю все правильно, и это вроде как имело смысл. Но вы знаете, иногда я не восстанавливаюсь полностью, я как будто чувствую это. Например, я испытываю мышечную боль или тяжесть в ногах, или что-то подобное, ну вы знаете. На самом деле я очень рад этому разговору, потому что мы всегда считаем, и я в том числе, что мы имеем достаточной информации. Но это не так. Я забыл о двух этих разных стимулирующих воздействиях. Итак, нам нужно увеличивать количество белка до 40-50 граммов просто для того, чтобы стимулировать мышцы. Какая у тебя сухая мышечная масса? Примерно 190. 191. Я не знаю. 150. Рекомендуется, я считаю, что оптимальное количество белка 1,6 грамма на килограмм. На это действительно нужно обратить внимание, и я могу с уверенностью сказать, что все ваши слушатели должны употреблять по 30 граммов белка минимум 3 раза в день. Именно высококачественного белка, который они съедают за один раз. И это нужно просто для минимальной стимуляции. То есть даже не для оптимального здоровья. Вы должны получать 2,5 грамма лицина. И есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что более высокие уровни белка действительно как бы выходят за пределы системы. Например, белки более высокого качества или в большем количестве? Да. Несомненно, качество и количество тесно связаны. Итак, скажем, у вас есть 1,8 грамм лицина, что обычно для американцев, это 2 яйца на завтрак. Скажем, даже для здоровых людей, допустим, ваши группы съедают утром 2 яйца. Это 12 граммов белка и 10 граммов жира. А возможно, они добавят еще жира. Получается так, что за этот прием пищи они нисколько не стимулировали выработку мышечного белка. А каким тогда будет их обычный обед? Вы знаете, многие люди на интервальном голодании отказываются от завтрака или обеда, но это может быть немного индейки, курица, бекон, салат. Знаете, все это вроде как стандартно. Итак, это может быть 20 граммов белка. И это уже второй прием пищи, во время которого мы не достигли нужного порогового значения и фактически не стимулировали синтез мышечного белка. А потом, как правило, на ужин у нас 150, пусть 150-200 граммов курицы. Таким образом, мы знаем, что в 30 граммах ужина содержится около 7 граммов белка, если мы не говорим о рыбе. Так что из 150 граммов пищи вы получаете 35 граммов белка. Таким образом, вы получаете нужное для стимулирования количество только в один прием пищи. Если вы делаете это на протяжении всей жизни и используете только одну возможность в день, то с помощью диеты вы стимулируете максимальный синтез мышечного белка только один раз. Продолжая питаться в том же духе всю жизнь, вы действительно можете прийти в упадок, и если ваша активность изменится, то в этом случае здоровье ваших мышц будет подорвано. Так это потому, что вы не получаете стимул от физической активности, полагаясь на диету и делая упор на нее. Поэтому люди задаются вопросом, почему они не могут похудеть, почему у них проблемы с уровнем сахара в крови, почему они едят чаще, чем должны. Я бы еще сказала, что голодание это здорово. Я люблю ограниченное по времени питание интервальное голодание. Если вы спросите моего совета, я рекомендую практиковать это с аминокислотами с разветвленными цепями. Но если я скажу это в группе жестких кетонщиков, они ответят, что это уже не голодание. Правильно? Да, даже не говори. Итак, предположим, что они не употребляют аминокислоты с разветвленной цепью, а вы не употребляете жир, а просто соблюдаете голодание. Тогда первый прием пищи должен содержать около 50 граммов углеводов. Ой, простите, 50 граммов белка. Женщине было бы достаточно 35, но для мужчин нужно 50. Очень важно получать необходимое количество белка, даже если вы придерживаетесь голодания и принимаете пищу два раза в день. Но вы знаете, что я хотела бы, чтобы это было больше двух приемов пищи в день. Ведь необходимо получать нужно количество белка в день. Распределенный прием пищи и первый прием пищи очень важны. Это своего рода отправная точка. Да. Было проведено исследование мозга, я получила грант в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, и два года занималась совместной исследовательской работой в лаборатории Сена Клайна. Мы изучали исследование FMRI, снимки мозга, и мы обнаружили, что когда прием пищи содержит большое количество белка, то на повторном снимке, сделанном спустя 4-5 часов, проблем когнитивного контроля, этих когнитивных связей, которые возникают, когда человеку показывают углеводы, они не проявляются, они не так активны. Вот это и есть тот самый эффект, вызывающий чувство сытости. Так что людям, возможно имеющим эмоциональные проблемы с питанием или не способным контролировать свой аппетит по вечерам, намного лучше употребленить пищу с высоким содержанием белка. Рекомендуете ли вы есть завтрак, в общем, как Вы уже упоминали? Нет, я не ем завтрак. Я считаю, что ограниченное по времени питание интервальное голодание – это фантастика. Но я действительно советую, чтобы первый прием пищи содержал большое количество белка, потому что Вам нужно хорошо накормить свои мышцы. А еще я рекомендую тренироваться по утрам. Вы помните, что мы говорили о двух способах стимулировать мышцы, о физических упражнениях и о диете. Так что если Вы не собираетесь есть, Вам надо тренироваться. Получается, теперь каждый из подходов правильный. Но если мы хотим сжечь жир, нарастить мышцы, оставаться стройными и здоровыми, оптимизировать этот прекрасный орган, называемый мышечной тканью, мы проводим тренировки натощак по утрам, соблюдаем интервальное голодание или ограниченное по времени питание, но при этом сохраняем высокий уровень белка. Так когда, будет первый прием пищи? Как Вы определяете время следующего приема и так далее? Это действительно интересная и довольно комплексная тема. Я бы не рекомендовала ограничивать время приема пищи всем подряд. Только если Вы обладаете фантастическим метаболическим здоровьем, потому что тут есть свои подводные камни. Поэтому, когда я собираюсь корректировать вес своих пациентов, первое, что я делаю, это определяю, подходит ли им кетогенная диета, степень их толерантности к углеводам, а также то, сколько белка им нужно. Для начала я всегда назначаю трехразовое питание с высоким содержанием белка. И когда я говорю о высоком содержании белка, люди думают, что 30 грамм три раза в день это много. Нет, это самый минимум, который помогает им включиться в программу. И если они хотят избавиться от жировых отложений, они начинают определенные тренировки. Если вы занимаетесь какими-то силовыми тренировками, например, подъемом весов или кроссфитом, я бы не советовала придерживаться голодания. Я имею в виду, что эти тренировки не будут успешными. Но я безусловно не считаю, что перед тренировкой обязательно стимулировать выработку инсулина. Поэтому мне нравится концепция тренировки натощак, в зависимости от того, насколько интенсивной будет эта тренировка. После тренировки организм готов к приему аминокислот. Поэтому если человек хочет получить белок после тренировки, ему нужно всего около 25 граммов. Потому что это уже намного эффективнее. Да, точно. Я читал исследования, в которых говорится, что послетренировочный выброс инсулина необходим для того, чтобы оптимизировать усвоение глюкозы и аминокислот. Так ли это? Это действительно так. Это действительно полезно, потому что передача сигналов МТОП стимулируется либо инсулином, либо аминокислотами с разветвленной цепью. Интересный момент касательно белка. Все утверждают, что белок вызывает скачок инсулина. Но на самом деле это только первая реакция, которая вызывает непродолжительное повышение. Это очень быстрый скачок, необходимый для того, чтобы передать разветвленные аминокислоты в клетку. И все? Так что он не повышает уровень глюкозы в крови. Это совсем не то же самое, что углеводы. Интересно. Итак, давайте разберемся. Потому что этот вопрос часто всплывает в кетомире, так как нам нужен низкий уровень инсулина, чтобы вырабатывать кетоны в печени. Это то, о чем говорят люди. И аргумент был, что белок влияет на инсулин, который влияет на кетоз, сжигание жира и тому подобное. Но если мы резко поднимем уровень глюкозы в крови, как в случае с сахаром, то произойдет длительное высвобождение инсулина, в отличие от белков. Это совсем другое дело. Если вы, а я вижу, что у вас есть постоянный контроллер уровня глюкозы в крови, что я думаю очень круто, так если вы употребляете белок, то ваш уровень сахара в крови не подскочит. Может произойти небольшой скачок инсулина в течение очень короткого периода времени, просто на первом этапе высвобождения, чтобы белок поступил в клетки мышц. Подвох кетогенной диеты заключается в том, что белок действительно превращается в глюкозу. Он проходит через глюкониогенез. При этом, как говорится, аминокислоты с разветвленными цепями являются более кетогенными. Точно, и это те аминокислоты, на которых мы фокусируемся. Да, это становится действительно неоднозначно. Если вы задумываетесь о кетогенной диете, то она имеет определенные защитные факторы для мышц, но при этом вы не стимулируете свои мышцы. Тем же самым способом. Таким образом, речь идет о том, чтобы найти баланс между вашим образом жизни и тренировками, а затем определить, как вы будете потреблять дополнительный белок и как это будет происходить. Это хорошее замечание. Мнение многих людей, с которыми я говорил в последнее время, и мое личное тоже, заключается в том, что я могу сохранять довольно высокий уровень кетона. Ну, во-первых, мы действительно не определили, что такое кетоз, что это значит, когда у нас в крови есть миллимолярный бета-гидроксибутират, и что это на самом деле означает на клеточном уровне и так далее. Так что, как говорится, многие спортсмены, которые для тренировок и сохранения ясности мышления придерживаются кетодиеты, не должны бояться белка. Я думаю, что как вы и говорили, употребление 30-40 граммов белка, особенно в дни, когда нет стимулирующих тренировок, является ключевым фактором. Но давайте немного поговорим про инсулин и энтор, потому что эта тема проникает в сферу онкологии. Да, это отличная тема. Прежде чем мы поговорим об этом, очень важно взглянуть на результаты, проведенных на мышах исследований. Мышей в них кормили без ограничений, так что фактически мыши, которых они использовали, были ожиревшими. Но это не связано с человеческим долголетием, стройностью, эти исследования совершенно другие. Итак, эти толстые крысы, которые уже находятся в группе риска из-за избытка калорий в их рационе, они все подвержены риску развития рака. Это совсем не то же самое, о чем мы говорим. Они исследовали представление о том, что передача сигналов энтор вызывает рак, а энтор есть в каждой клетке. А когда дело доходит до мышц, лейцин, стимулирующий энтор, действительно нацелен на синтез мышечного белка. Нет никаких доказательств того, что этот процесс связан с раком. Когда речь идет о связи рака и сигналах энтор, то имеется в виду излишние калории и переизбыток углеводов, и несколько приемов пищи. Но когда у вас сигналы к энтор вызывают синтез протеинов, это всего лишь резкий скачок, всплеск и все. Это не постоянная стимуляция сигналов энтор. Поэтому в том, что белок вызывает рак, нет никакой достоверности. Итак, подведем итог. У нас есть синтез мышечного белка через энтор, который более характерен для мышечной ткани. И если мы говорим о раке, может быть среди молочной железы или мозга или чего-либо еще, то для него был бы более характерен другой тип клеток, которые связываются с инсулином, а не с лицином. Так ли это? Все верно. Хорошо. Я бы сказала, что это правильный путь. Интересно. И этого достаточно. Да? Итак, как упомянуто в исследовании на животных, если мы переедаем, у нас появляется слишком много углеводов, и мы на самом деле стимулируем действие инсулин, опосредованного энтор. Именно. Это действительно избыток углеводов и просто постоянная стимуляция, хронический прием пищи и зажор углеводами в течение всего дня. Я не рекомендую перекусывать. Я рекомендую людям делать следующее. Если мы едим каждые четыре часа, мышцы сбрасываются, и тогда мы получаем очередную возможность их стимулировать. Но при постоянном питании небольшими перекусами в течение дня вы стимулируете энтор. Если вы резко вырабатываете инсулин, у вас высокая углеводная нагрузка, то это худшее, что вы можете сделать. Получается, это действительно хорошо немного поголодать после еды, всего на три-четыре часа, как вы говорите. Да. Наверное, даже потерпеть четыре-пять часов. Просто необходимо быть очень внимательным и думать о том, какая у вас метаболическая цель. Поэтому первое, что я спрашиваю при знакомстве с пациентами, это какая у них метаболическая цель, хотите ли вы нарастить мышцы или похудеть, и в каком состоянии вы сейчас. И если они хотят нарастить мышцы, то для них следует использовать план, кардинально отличающийся от того, который необходим для похудения с сохранением мышечной массы. Для таких людей действительно хорошо подходит питание, ограниченное по времени. А если они хотят нарастить мышцы, то могут добавить еще один прием пищи. Безусловно. Но все же лучше придерживаться трехчасового интервала и не пытаться перекусить. И я думаю, вы уже отмечали это в офлайн, что сброс Эмтор является ключевым. Да, перекусы никому не полезны. С моей точки зрения и с точки зрения того, во что я верю, и того, что люди действительно должны знать, вся концепция белка ошибочна. Я имею в виду, что все, что мы думаем о белке и сколько его едим, неправильно. Вы должны есть около 150 граммов белка в день. Когда вы находитесь не в состоянии кетоза, я бы сказала, что вам нужно 150 граммов белка, это для взрослого. Мой отец, которому 70, съедает 150 граммов белка в день. Это круто. Это защитное средство, и мы не двигаемся так, как раньше. Раньше мы были более физически активны, мы больше стимулировали свои мышцы. Так что вполне возможно, что чем менее мы активны, чем более у нас сидячий образ жизни, тем больше белка нам на самом деле нужно. И мы должны получать правильное его количество. Это не процент от калорий. Чем меньше калорий мы потребляем, тем выше должен быть уровень белка. Не могли бы вы немного это пояснить? Решив регулировать свое потребление калорий, вы не можете сокращать количество белка ниже чем до 20% от общего количества калорий. Чем меньше калорий, тем больше необходимо белка, поскольку вы начинаете голодать. А как вам защитить свои мышцы? Чтобы это сделать, вам нужно есть белок. Вы можете сократить углеводы, вы можете отрегулировать количество жиров. Но что я никогда не делаю, так это, никогда не пытайтесь изменить количество белка. Это очень важно, и есть много информации о жизнеспособности и подобных вещах, которые действительно влияют на здоровье людей. Мое исследование было в области науки о питании, ожирении и когнитивных функций. Я видела пациентов с ожирением, а потом осматривала людей с когнитивными расстройствами, престарелых людей на закате здоровья. Из-за того, что на протяжении всей жизни они питались непостоянно, ели пищу с низким содержанием белка, их мозговая и мышечная ткани исчезли. Но это можно полностью предотвратить. Однако многие верят во все эти мифы о том, что белок вызывает рак, белок вреден для костей, белок вреден для почек. Да. А что там последний пункт насчет почек? Если у вас есть нарушение почек, то вызванная белком нагрузка может быть для них слишком высока. Но если вы здоровы, белок способствует клубочковой фильтрации, GFR. А для костей? Как вы думаете, из чего состоит кость? Кость состоит из белка. Гидроксиапатита и тому подобного. Поэтому если вы всю жизнь будете питаться неоптимально, последствия будут сумасшедшими. И это поправимо. Верно. Это великолепно. Я хочу закончить с тем, что всегда важно, о перекусах. Итак, перекусы не очень полезны, потому что... Во-первых, вы должны думать о том, с какой целью вы едите. Если это какой-то перекус, то для начала гораздо лучше приучить свое тело быть немного голодным. Люди думают, что быть голодным нехорошо. Но быть немного голодным – это хорошо. Когда вы не делаете перекусов, вы фактически перезагружаете свой организм. Вы позволяете ему перезагрузить метаболические пути, перезагрузить передачу сигналов МТОР. Таким образом, в дальнейшем во время приема пищи у вас появляется возможность максимально стимулировать синтез белка в мышцах, которые, как мы знаем, являются органом долголетия. Когда вы делаете частые перекусы, вы приучаете свое тело к перекусу, к получению таких переменных порций, вы стимулируете МТОР. Но вам не нужна постоянная стимуляция такого рода. Потому что это может привести к нарушению передачи сигналов МТОР, раку и так далее. Я бы не сказала. Не знаю, верю ли я тем данным о том, что это приведет к раку. Но с клинической точки зрения это приводит к нестабильному уровню сахара в крови. Я имею в виду, что люди опускают и поднимают сахар, они делают перекусы. Это то, что мы называем беспорядочным питанием. Потери метаболической устойчивости, метаболической гибкости. Абсолютно правильно. Очень верно подмечено. Да, они определенно теряют свою метаболическую гибкость. То, чего мы хотим, независимо от того, употребляете вы высокобелковые и нежирные продукты, находитесь ли вы на кето-диете или нет. Это способность уметь не разбиться и не развалиться, когда вы пропустите прием пищи, пока вы работаете, пока вы заняты, или пока тренируетесь. Итак, есть еще кое-что, о чем мы много говорили, и чем вы сейчас интересуетесь. Есть еще карнитин, карнозин и креатин. Много удивительных нутриентов содержится в мясе. Давайте начнем с глутамина и потом придем к перечислениям. Что мы должны знать о глутамине? Глутамин интересен, он в первую очередь необходим кишечнику. Я предпочитаю рассматривать аминокислоты в макроскопическом представлении, а не разбивать их на части. Сначала я кормлю мышцы. Аминокислоты с разветвленной цепью находятся и используются в мышцах. Если вы правильно получаете мышечный белок, получаете нужное количество белка для питания мышц, то вы получите достаточное количество аргинина для NL2, получаете достаточное количество креатина, затем достаточное количество таурина, и затем достаточное количество метионина. Так что когда вы думаете о том, как вам получить все необходимые элементы, не принимая добавки, люди, которые на кето-диете должны принимать аминокислоты с разветвленной цепью, должны принимать глутамин. И только потом вам нужны будут другие аминокислоты и добавки. Но когда вы насыщаете большие ткани на микроскопическом уровне, то это достигается и на микроскопическом. Вот как я думаю об этом. Хорошо. Глютамин, и я думаю, все из них. Корнитин, карнозин, креатин. Да, и таурин и аргинин, которые не следует разделять и принимать по отдельности, на мой взгляд, это будет неоптимально. Я считаю, что если мы используем еду как лекарство, и получаем пищу непосредственно на уровне больших тканей, то все идет по плану. Если, конечно, у вас нет проблем с кишечником, тогда, конечно, вы можете добавить глутамин, который сам по себе является фантастической вещью. Но на самом деле речь идет об использовании пищи в качестве лекарства. В связи с этим, почему бы нам не вспомнить о костном бульоне? С удовольствием поговорил бы. Давайте вернемся к этой теме позже, потому что она отчасти связана со здоровьем пищеварительной системы. Мы говорили о вашем отце, которому 70 лет, и он съедает 150 граммов белка в день. Да, и он не замедляется. Что вы подразумеваете под замедлением? Он не теряет мышечную массу и все еще активен. Он живет в Эквадоре. Он эмигрант и бывший борец сборной США. Он не сбавит свой темп, даже если для этого ему придется проходить по 10 миль в день. Я имею в виду, что этот парень сумасшедший. Он живет вне системы. Он занимается тайчи и делает упражнения с сопротивлением. Он очень физически и умственно активен. И придерживается интервального голодания с высоким содержанием белка. Великолепно. И он выглядит великолепно. Да, он выглядит действительно очень хорошо. Итак, кое-кто из моей аудитории функциональной медицины скажет, ну, выработка соляной кислоты в желудке снижается. Так что все эти протеиновые комки. Что скажете? Я бы сказала, проверьте, ориентируйтесь на точные данные, я считаю, что важно получить информацию. Вы можете сделать тест Гейдельберга, вы можете сделать анализ желудочной кислоты. Она действительно с возрастом уменьшается. Но я бы предостерегла вас о том, что вам нужно понимать, какую метаболическую цель вы преследуете. В моем понимании главная метаболическая цель для взрослого человека или пожилого стареющего это защита от циркопении и защита от неподвижности. Поэтому ваши зрители, больше те, которые находятся в зрелом возрасте, чем молодые, должны хорошо понимать, что белок и здоровье мышц стоят на первом месте. И достигать это правильно, независимо от того, нужно ли им принимать ферменты или что-либо еще. Это является ключевым и жизненно важным. Я видела это с другой стороны, и это печально. Да, происходит потеря мышц. Боже мой, вы знаете, это действительно трагедия, которая не должна происходить. На самом деле речь идет только о том, чтобы получить образование по этому вопросу и знать, что когда вы достигнете возраста 40, 50 или 60 лет, вы должны питаться с определенной целью. Потому что анаболическая резистентность, о которой мы говорили раньше, вступает в действие. Еще одна вещь, которую мы обсуждали оффлайн, до разговора о костном бульоне, была о печени. Даже с лейцином, я могу ошибиться в количестве, но даже если нам нужно его не так много, печень выбрасывает большое количество этих аминок. Мне часто задают вопрос, а что насчет неалкогольного стеатогепатита у людей с ожирением печени? Если посмотреть на уровни аминокислот в их крови, то они очень высокие, а это является метаболическим маркером инсулиновой резистентности. После этого люди спорят и говорят, хорошо, но зачем тогда усиливать нагрузку белком на больную печень? Ведь аминокислоты проходят сначала через печень. И основным доводом в пользу белков является то, что самое главное на данный момент – это уменьшить количество углеводов. В этом может помочь кетогенная диета. Печень метаболизирует все аминокислоты. Аминокислоты с разветвленной цепью составляют примерно 20% белка. Это совсем немного. Но когда печень выводит аминокислоты, этот показатель составляет уже 70%. Это важно. Затем они поступают в мышечную ткань, перерабатываются в глютамин, аланин и метаболизируются для получения энергии. Интересно знать, что именно так устроено наше тело. Я имею в виду, что наш организм создал эту систему для того, чтобы когда вы не получаете достаточно или получаете немного белка, то организм знает, как эффективно использовать эти аминокислоты с разветвленными цепями. Так или иначе, ваш вопрос был о здоровье печени. И ответ будет таким. Если бы у них не было цирроза печени, я бы не беспокоилась об уровне содержания белка. Значит, печень может его перерабатывать. Вы можете это проверить. Вы можете измерить уровень аммиака и тому подобные вещи, которые лично я никогда не видела завышенными. Согласен. Но при этом очень часто из-за слишком большого количества углеводов возникает неалкогольный стетогепатит. Что тогда делать? Нам нужно увеличить количество белка и здоровых жиров и отказаться от углеводов, чтобы восстановить метаболическую гибкость так. Абсолютно. Абсолютно. Мои пациенты говорят, я получаю белок, я пью костный бульон. Я могу ответить. Вы пьете костный бульон с высоким содержанием пролина и глицина, но полностью лишенный эминокислот с разветвленной цепью. Поэтому я считаю костный бульон потрясающей вещью, но он не идеален для здоровья мышц. Я не считаю его белком. Может быть он полезен для суставов, волос и ногтей. Верно, но это не считается. У меня много пациентов-вегетарианцев, которые говорят мне, да ведь я пью костный бульон. Но так они не могут помочь своим мышцам. Так что в этом случае придется есть мясо или принимать добавки BCAA, чтобы получить лице. Да. Кроме того, аминокислоты с разветвленной цепью это разовая доза, так что вы не должны растягивать их прием. Вы должны выпить все сразу, чтобы насытить кровь аминокислотами и добиться желаемого метаболического эффекта. Вы сказали о растягивании приема, потому что мы находимся в Нью-Йорке и здесь есть кафе, в котором подают костный бульон. Сейчас повсюду кафе, в которых есть костный бульон, и это как Старбакс. Давайте поговорим о процессе приготовления пищи и о том, как он влияет на некоторые из тех аминокислот, которые мы обсудили. Периодически я готовлю разного рода овощи, так ради забавы, чтобы попробовать разные виды продуктов. Всегда есть много способов приготовления, так какой из них является оптимальным, если такой вообще существует. С точки зрения изменения усвоения организмом белка это не имеет значения. Сырая у вас говядина или приготовленная, качество содержащихся в ней аминокислот не меняется. С яйцами происходит оденатурация, но это не обязательно меняет количество аминокислот в них, поэтому ешьте столько ребрышек, сколько хотите. Отлично. Мне они нравятся, но у них другой вкус, хотя я уже привык. Знаешь, это забавно, я много путешествую, и иногда в Канаде я вижу, что люди едят сырое мясо бизонов и лосей. Я видел, как парень буквально отрезал стейк и съел его сыром. Это было невероятно, а он рассказывал мне о пользе и преимуществах такого питания. Что вы думаете об этом? Я говорю о питательных веществах, но есть и другие концепции питания, с которыми я не знакома, так что это будет только мое мнение. И я сейчас не могу пересказать вам все исследования, которые прочитала, но есть целая группа людей, которые считают, что сырые продукты лучше, меньше готовить, и тому подобное. Да, интересно. Я не думаю, что в этой группе очень много людей, но их взгляды должны быть очень радикальными. Потому что даже сырые яйца у некоторых людей вызывают тошноту. Это точно про меня. Мой муж постоянно удивляется, как ты так можешь. Но это абсолютно нормально. Холин или яичный желток действительно полезен, и еще более полезен, если его приготовить. Окей. У нас есть важные вопросы, которые мы задаем каждому гостю. Первый. Представьте, что есть одно единственное упражнение, которое вы можете делать всю оставшуюся жизнь. Что это и почему? Становая тяга, задействовать все части тела. Сумо или румынское. Сумо. Потрясающе. Назовите один питательный или растительный элемент, без которого вы просто не можете жить. Витамин D и омега-3 не считаются. Если вы окажетесь на необитаемом острове, то что возьмете с собой? Сложно выбрать что-то одно. Я действительно считаю, что витамин С невероятно полезен как антиоксидант для профилактики рака и всего остального. Да. А есть какая-то определенная формула? Буферированный витамина С. Мы используем его. Я имею в виду, я использую его постоянно. Внутривенный. Да, внутривенно до 50 грамм. Некоторые данные, полученные в университете Канзаса, говорят о его противораковых свойствах. Витамин С удивителен. И это первое, что приходит в голову. А еще адаптогенные травы. Живя в Нью-Йорке, я не знаю, смогу ли я обойтись без ашваганды. Да, это сумасшедший город. Он классный, у него есть свой дух. Но давайте продолжим. Мы говорили о синтезе мышечного белка. Некоторые люди принимают антиоксиданты после тренировок. Что вы об этом думаете? Существуют нормальные природные процессы. Поэтому я бы не заглушала их, принимая антиоксиданты после тренировки. Такие, как свободные радикалы, которые приводят к сигнализации роста, мышц и прочее. Точно. Отлично. Вы занятый практикующий врач в Нью-Йорке. Мы знаем, что у успешных людей есть утренние ритуалы, которые они выполняют каждый день. А как выглядит ваше утро? Я просыпаюсь. Я 20 минут занимаюсь трансцендентальной медитацией. Потом записываю все мысли, которые приходят мне в голову. Думаю о том, как я проведу день, за что я уже благодарна, и о том, как хорошо пройдет мой день. Я вижу, что вам нравится предугадывать. Да, к примеру. Этот день был удивительным. Я встретилась с Майком и Сэмом. В этот день мы наблюдали пациента и получили по-настоящему ценный опыт. И я написала об этом. Написала в начале дня. Это потрясающе. Так что я запрограммировала свой день. Это просто фантастика. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так делал. Утром я пишу моей сестре и заодно моей лучшей подруге и спрашиваю ее, как сегодня пройдет твой день. И она тоже рассказывает мне все про свой день. Это так круто. Мне нравится эта идея. Думаю, она понравится всем. Итак, заключительный вопрос. Представьте, что мы в Великобритании. И вот мы оказываемся в лифте с членом парламента. Может быть, с сенатором, конгрессменом. И они собираются идти на заседание. Так вот, какой совет, касающийся здоровья или образа жизни? Вы бы мне дали, чтобы я мог поделиться им с местными политиками? Про распределенное употребление белка. Все, что мы знаем о белке, неверно. Вам нужно не менее 30 граммов высококачественного белка 3 раза в день. Это будет защищать вас на протяжении всей жизни. Я думаю, будет отлично употреблять протеин 3 раза по 30-50 граммов. Отлично. Это очень важно. Фантастика. У вас масса полезной информации. Люди многому научатся из этой передачи. Если они захотят стать вашими пациентами, или узнать больше о вашей работе и книге, над которой, как мы знаем, вы работаете. Да, я пишу книгу совместно с одним человеком. Как они могут связаться с вами? Я работаю в Эш-центр. В интернете можно найти адрес. Это в районе 61-й и 5-й авеню. Как вы поняли, у нас обширная практика. Они могут найти меня там. Или написать мне по электронной почте на адрес центра для доктора Лайон. И еще вы есть в Инстаграм. Ведете ли вы какую-то социальную активность? Да, я работаю над этим. Поскольку я практикующий врач, то часто бываю занята и веду меньше активности в социальных сетях. Но я буду искать себе помощника для этого. Это правильно. У вас есть отличные видео, и вы делаете полезное дело. Это действительно круто. Друзья, я очень ценю то, что вы сегодня были с нами. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. И подпишитесь на доктора Лайон и Эш-центр здесь, в Нью-Йорке. Спасибо.